Эфир телеканала ОТС продолжает программа экстренный вызов. Меня зовут Мария Никитина. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Бил чайником и ногами. А вот житель села Елизаветенко Чистоозерного района Новосибирской области уже получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с фатальным исходом. В конце января этого года собутыльники коротали время за выпивкой и, как это часто бывает, внезапно поссорились. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Хозяин дома начал пинать приятеля в грудь и наносить ему удары металлическим чайником по голове. Травмы оказались смертельными. Следователи СК возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111. Собранных ими доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора. От полученных телесных повреждений через некоторое время потерпевший скончался. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал прокурор Чистоозерного района Илья Рехлинг. С учетом позиции прокурора суд назначил виновному наказание в виде 8 мили от лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Накануне вечером на Первомайке в Новосибирске конфликт водителей закончился стрельбой. Не поделив перекресток улиц Пожарского и Марата, автолюбители сначала учинили кулачные бои, а потом один из них выхватил оружие. Ранение получили двое мужчин. Третий, который и открыл огонь на поражение, поспешил скрыться, бросив истекающих кровью оппонентов на обочине. Благо мимо проезжал наряд ГБР охранного агентства. Бойцы вызвали скорую и позвонили в полицию. Пострадавшие смогли только сказать, что их обидчик ехал с дальним светом, ослепил. Тогда водитель и пассажир решили догнать нарушителя и напомнить о правилах. У одного учителя ранение грудной клетки, у другого в области таза и локтя. По факту Хлопков на улице Пожарского информация зарегистрирована в водиле полиции Первомайский. На место был направлен экипаж полиции. Проводится проверка. Полицейские Алтайского края поймали с поличным новосибирскую наркоманку. Она наведалась в курортный Славгород, чтобы сбыть крупную партию полусинтетического тяжелого опиоидного вещества. Приехала в Славгород делать закладки. При себе у меня имеется в кармане героин. Около 50 штук. Дважды судимая по наркотическим статьям задержанная призналась. Один из пакетиков она уже вскрыла и употребила самостоятельно. Остальные свертки добровольно достала из карманов и даже помогла оперативникам их пересчитать. Я вот тут подрасковыряла. Посчитаем сейчас. 15, 16, 17. В ходе личного досмотра у подозреваемой изъяли 48 свертков с героином. Кроме того, женщина показала полицейским места, где она спрятала еще сотню дос. По информации правоохранителей, в сентябре 35-летняя жительница Новосибирска нанялась курьером в теневой интернет-магазин. По указанию куратора, получила крупную партию криминального товара и привезла его в Алтайский край, где организатор незаконного бизнеса арендовал ей квартиру. Сбыть зелье закладчица не успела. В ее планы вмешались правоохранители. По материалам пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Славгородский возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктом Г части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кораллы, деньги, две телескопические дубинки везли новосибирские путешественники с отдыхом, но их не пропустили сотрудники таможни аэропорта Толмачева. Все это лежало в багаже туристов, прилетевших из Турции. Подобные товары в качестве сувениров привозят нечасто. Последний раз кистень – это холодное оружие, например, встречался 5 лет назад. Спецсредства были. Но 41-летний мужчина подумал, что такая игрушка не запрещена и приобрел ее на рынке в Анталии на память. Кстати, на рейсе из Арабских Эмиратов нашли 20 морских кораллов в дамской сумочке. Хозяйка тоже была не в курсе, что нарушает закон. Посмотрим, что произошло на этой неделе у наших географических соседей. Рубрика «Территория Сибирь» далее в программе. Главу одного из муниципальных округов Кемеровской области заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, чиновник заключил 17 госконтрактов почти на 150 миллионов рублей на приобретение жилья для льготников. До застройщика дошла большая часть суммы, но ни домов, ни квартир нет до сих пор. Данные нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Материал, переданный в следственные органы. В ходе расследования уголовного дела предстоит установить мотивы совершенного преступления, а также возможную причастность других лиц к незаконным действиям. В нескольких регионах России полицейские задержали предполагаемых участников преступного сообщества кредитных мошенников. В Омске, например, в руки правоохранителей попали 9 местных жителей и их пособники из Алтайского края. Аферисты расклеивали объявления в общественных местах и через интернет-рекламу предлагали помощь в оформлении кредитов. Обратившихся граждан фигуранта оформляли в качестве сотрудников коммерческих организаций. Их подключали к зарплатным проектам, создавая иллюзию регулярных выплат крупных денежных вознаграждений. Кроме того, входившие в состав сообщества работницы финансовых организаций вносили в заявки на выдачу займов заведомо недостоверные сведения. За свои услуги аферисты брали 40% от суммы полученного кредита, убеждая своих клиентов, что вопрос с возвратом этих денег банку они решат самостоятельно. Естественно, никаких обязательств группа не выполняла. Орудовали омичи у нас в Новосибирске и в Свердловской области. Почему именно такая география, пока не ясна. По делу провели уже 20 обысков и экспертиз. Пока установлены 69 фактов хищения и ущерб почти на 160 миллионов рублей. А это граница Алтайского края. Иностранный специалист пытался вывезти с территории России разделанную тушу медведя. Голова, лапы, шкура убитого зверя были заморожены. Скорее всего, у себя на родине в Казахстане мигрант хотел сделать чучело животного, но не учел, что попадает под статью. Документов, разрешающих вывоз за рубеж дереватов, у водителя не оказалось. По факту контрабанда стратегически важных ресурсов Алтайская таможня возбудила уголовное дело. Расследование продолжается. Самолет, выполнявший рейс Москва-Томск, сегодня утром экстренно приземлился в аэропорту Толмачево. Причиной авиационного инцидента стала некорректная работа силовой остановки воздушного судна. Из-за неполадки экипаж Боинга 737 принял решение о посадке. Она прошла в штатном режиме. На борту находилось 165 пассажиров. Никто из них не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В настоящее время пассажиры из города Новосибирска к месту назначения направлены резервным бортом авиакомпании «Сибирь». Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. И последнее, внимание, розыск напал на пожилую женщину и дерзко ограбил. В Ленинском районе Новосибирска полицейские ищут предполагаемого преступника. Свою жертву злоумышленник приметил возле одного из домов на улице Котовского. Пенсионерка остановилась у своего подъезда. На пару минут замешкалась в поисках ключей. Затем мужчина проследовал за ней и начал выхватывать. У 78-летней бабушки сумки и нагло рыскать по ее карманам. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая решила не сопротивляться. Добычей налетчика стали полторы тысячи рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Если узнали подозреваемого, помогите следствию. Номера телефонов на экране. На этом пока все. Если вы сняли видео, происшествие или преступление, присылайте его нам на редакционный WhatsApp номер 8-983-510-2005. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме «Экстренный НСК». В студии работала Мария Никитина. До встречи на ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok